Время выкапывать чеснок. Видите, он уже созрел. И в одном из сюжетов я показывала эту умную грядку и говорила, что хорошо мульчировать. И мульчировать хорошо более толстым слоем. Неважно, чем вы мульчируете, соломой, травой, бумагой. Что есть, тем и мульчируйте. Посмотрите, какой хороший урожай я начала выкапывать, даже выдергивать. Супер чеснок, нравится он мне. В этом сюжете я вам хочу показать, что не все стрелки я удалила. В сюжете я показывала, что стрелки надо удалять, чтобы формировалась хорошая головка чеснока. Поэтому сейчас я удалю только тот чеснок, который без стрелок. Со стрелками же оставлю. И потом в следующем сюжете покажу, что у него головка действительно намного меньше. Почему решила оставить... Вот мне кажется, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Много еще одна есть. Не надо было так много, но с другой стороны, посмотрите, на этих чесночных стрелках уже сформировался чеснок. Я дам ему еще созреть, и потом можно посадить, и будет происходить обновление. Поэтому не все стрелки чеснока стоит удалять. Для эксперимента, конечно, можно посадить этот зеленый участочек стрелки. Так нравится, посмотрите, какие хорошие уже ростки пошли. Видимо, стоит оставить, а может все-таки стоит дать ему сформировать корешки. Я не заглядывала ни к кому из блогеров, я просто рассказываю то, что делаю я. И если вы сомневаетесь, то смотрите информацию у других авторов. Я же делюсь своими наработками по работе в умных грядках. И так же, как в данном сюжете я вам показала, мой опыт выращивания чеснока в грядках. Как только я выкопаю весь чеснок, посажу горох. Горох дает много азота, а чеснок очень много забирает полезного из почвы. Поэтому после чеснока стоит посадить горох, облагородить эту грядочку. Ой, как тяжело. Видите, какой хорошенький. О, чудо. Ну, еще покажу чуть-чуть. И потом уже без камеры буду вытаскивать все хорошенькие. Вот они. У нас прошел дождь, земля влажная, поэтому пора чеснок выкапывать. Тянем, потянем, тянем, потянем. Не хочется мне... Ой, боже, как тяжело. Вроде ведет. Что, не получилось показать, камера съехала. В общем, подсохнут. И сделаю я вязанки из них. Грядка опустела после выкопки чеснока. И вот теперь помидоры главенствуют здесь. Осталось несколько стрелок чеснока. Решила дать им возможность вызреть, чтобы потом посадить вот такими вот бульбочками. Посажен по краю горох. Я уже говорила, выращенный тоже мною. Ну и хорошо замульчировала грядку соломой. У нас очень жарко. Плюс 38. Воздух накален. И, конечно, растениям сложно. Но благодаря мульче все-таки не так быстро испаряется влага. Про умные грядки простите за лай собаки. Только слышит мой голос и начинает... Это соседская собака начинает реагировать. Я уже и так говорю очень тихо. Вот здесь огуречная грядка. Я уже досадила семена. А там помидорные грядки. Очень люблю умные грядки, потому что на узкой площадке получается, что зреют помидоры. А здесь вы видите шпинат. Там дальше другой салат. В общем, умные грядки. Это замечательно. Простите за лай собак. Крикова Екатерина Полдова. 8 июля 2024 года. А вообще, видео было про чеснок. Но показала и мои умные грядки. Все-таки хочется подвести итог, почему чеснок стоит сажать в умные грядки. В умные грядки идет дополнительное питание. Я очень много выкладываю удобрений с осени и весной. Удобрения – это перегной, который получается из собранной травы с участка. Никаких химикатов не добавляю. И вот, смотрите, вот вы видите результат роста чеснока. И показываю чеснок, который был не в лунных грядках, а по всему огороду, там, где ему вдувалось расти. И большой, и маленький. Ну вот, сейчас для сравнения я поднесу к вот этому чесноку. Есть разница? Вот, показываю. Мне кажется, что огромная разница. Ну, я так делаю. Я сажаю в умные грядки, а вы уже делаете так, как посчитаете нужным. Но буду рада вашим комментариям. Понравилось – пишите. Не понравилось – не надо писать, потому что меня оскорбляют иногда, ну, не задумываясь. Пусть попробуют сами вырастить. А я не хвалюсь. Я просто показываю, что я делаю в моем саду. И честно, я довольна и садом, и урожаем, и всем, чем я занимаюсь. Ну вот, теперь я прощаюсь с вами до очередного сюжета. Кстати, рядом с умной грядкой у меня была посажена картошка. И вот результат. Картошки могу рассказать в следующем сюжете. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok